В любое время надо работать. Если ты работаешь, то все получится. Если у тебя есть цель, стремись. Если ты сломался, ты только сам в этом виноват. Ставь цель, добивайся. И даже, знаете как, возможно, спортсменам это легче. Спортсмены всегда с чем-то борются. С ранним вставанием, с тяжелой работой на тренировках. Возможно, я бы провел такую параллель, а не и в жизни чуть-чуть целеустремленнее. Субтитры создавал DimaTorzok Ко мне на тренировку. Второй человек высокий по 2 метра, а третий килограмм, наверное, 68. Вот три разных человека. Если помните, в 7-10 я должен выехать, чтобы не опоздать на тренировку, потому что мои спортсмены очень функтуальные. Мне кажется, меня поймет любой тренер. Любой. Такая же самая одинокая жизнь у тренера. Я начинал тренировать в спортивном клубе «Адреналин». Я у них арендовал место и открыл там зону бокса. И начинал с мелочи. Там одна груша, лавочка. Желание есть, знаете, а не всегда уверен. Потянешь, можешь ты. Первые месяцы я сидел на лавочке сам. И для того, чтобы на каком-то арендованном уголку мотивировал людей, которые пришли качаться, я бил грушу, показывал, что, ну вот смотрите, а это бокс, а вот так двойка. И всем, ну это ж не то, что там началось. Я им три месяца показывал. Все начиналось, как у всех. Один, два, три. И дошло до стабильно 40 человек. Стабильно. Я чуть-чуть разомнусь. Я реально с утра делаю. Чуть-чуть, с самой малости. Все начинается с площадок, из тренировочных залов, как они оборудованы. Я нахожусь сейчас в хорошо оборудованном зале. Но это не моя заслуга, и даже не государство. Это заслуга частного лица. Когда я боксировал, да, с ребятами занимался, то было много людей. И мы в разминке, первый бежит в спину крайнего человека. То есть на тренировки приходило 50 человек. И если человек опаздывал, тренер ему говорит, все, опоздал, до свидания. Ну я сейчас не могу так сказать. Ко мне пришел шестой человек на групповые тренировки, и я ему рад, потому что это шестой. Нет такого наплыва. Я не воспитываю олимпийских чемпионов. Я даю спорт людям, которые нас окружают. Это совсем другие люди. Мама знает, что ты тренеру печенье подаришь сегодня? Да. Да? Ничего не говорила? Просто попросила мне пачки купить одну. Я съела такую же. А травой вам. Ну круто. Александра молодец. Всегда приходят с папой. Они приходят, папа и Саша, Александра. Она старается. Мы с ней нашли общий язык сразу же. Ей даю нагрузки. Ну, не чуть-чуть, но раз координация. И мы это победим. Мы изучим это. Ко мне приходят разные люди. Абсолютно разные люди. Разный, например, человек, спортсмен, да, в душе. Ну, развивал бизнес, женился, суматоха, еще один. Потом оглядывается, а время прошло. И стесняется прийти в зал, где молодые люди, где он не успевает. Второе, это наоборот. Люди, которые никогда не занимались и никогда не считали, что они спортсмены. Но в один прекрасный момент они понимают, что, извините, организм до 30 работает для нас, а после 30 мы должны работать для него. Дети, родители которых не хотят, чтобы они отдались олимпийским видам спорта. Они хотят, чтобы они были дисциплинированы, физически развиты, но им не надо дальше. И еще одни люди приходят с нарушением, каким-то нарушением. У тебя все хорошо, но если природа чуть-чуть раскоординировала, и ты чуть-чуть плохо танцуешь. Мы там в школе смеялись, вот он раскоординирован. Он ходит чуть-чуть, не понимает, где левая, где правая. И тоже стесняется. Побежали. Так же самое отпустили мозги. Ребята, вы все умеете. Все умеете. У вас первый урок. Все хорошо. Вы на улице не ходите в одноименке. Правильно? Вы же так не ходите? Вы на улице ходите в разноименку. Просто этого не замечаете. Поняли? Разноименный шаг. Поняли, да, смысл? И есть одноименный шаг. Раз. Два. Умнички. В меня, Максим. В меня. Правый шаг. Два. Должен и стать устойчиво, и ударить, и вкрутиться, и руку оставить на месте. Я еще за руками за вашими не слежу. У вас первая тренировка. Сегодня прям тяжелый день. Вот на время, видите, время. Ну, как бы тренировка должна идти там час, образно говоря. Ну, никто же час не проходит. И я сам головой понимаю, что час тренировки – это просто смешно. тренировка должна идти полтора часа. Так мы образно ставим час. И зазора получается… Нет, полтора часа. И следующий человек приходит без двадцати. И получается, зазор отдыха – десять минут. Многие говорят, да у меня была возможность. Я это слышал, наверное, от каждого второго. Я был в спорте, учился. Медицинский, юрфак. Потом раз – на бизнес ушел. И потом я начал понимать, что, ну, куда ты идешь, Олег? Ну, цель чего? Не упустил ты ли цель? Ну, что дальше? Приходишь на тренировки, понимаешь, что ты про спорт все знаешь. Ты его пропотел, пробил. Почему ты не делаешь следующий шаг? Жизнь так расположена, что я мастером спорта не стал. И для меня это был стопор перед тем, как я начал тренировать. Очень большой стопор. Я очень переживал внутренне. Что мне, почему, мне скажут, почему ты? Ты не мастер спорта. Что ты можешь научить? Я ж не могу каждому объяснить. Да я переспарринговал, переработал со всеми, ну, мастерами спорта. Ты ж не будешь это доказывать. И я очень долго сомневался. А кто ты такой? Будут ли вопросы? А что новое я могу дать? А подходит ли это новое вообще под какие-то стандарты? Время пошло. Два-два-два-два-два-два-два. Непонятно, когда ты встаешь. Уроки. Человек в уроке. Вот его сегодняшний бой с тенью, работа в ринге. Интервалы и кувалда. Кисти, шеи, пресс. И вся история. Я по истории слежу, чтобы урок не повторялся. Вообще-то, вот если взять любого человека, вот, да, Тимур, вот у него есть своя история. Это очень просто. В институтах, и что-то, составление графика, систематизация, ну, все. Иногда ты переписываешь полностью из-за одного, переписываешь все уроки. И ты просто должен сесть, и вот у тебя время. У тебя там пять минут на ней разминается, а ты должен переделать урок. Знаете, прийти может любой, да. Вот остаться, удержаться, не любой сможет. Если он сам не захочет, да. Но спортсменом может стать любой. Точка. Я не знаю, каким бокс был его, там, в школьные годы. Но все свое святомое, подружное життя с ним, я знаю, что у него есть бокс. Они с очень много друзей. И они там постоянно говорили, что, почему ты не тренируешь? Почему ты не тренируешь? И он говорит, что, нет, у него ответственность, еще и бизнес. И мы постоянно с ним поговорили. Но человек не такой человек, что ему, если просто дашь цельную вказку, он не будет выполнять. Ему нужно повильно это вкладывать в искусство. Если можно задаться целью, например, почему бы не вести тренировки на украинском. Так, проведай эксперимент. Да, можно. Так, починай прям все. Что ты чекаешь? Можно, но... А что бы нет? Мне нельзя болеть. Нельзя потянуть ногу. Мне нельзя плохо видеть. Мне нельзя, чтобы колено болело. Понимаете, ты должен быть всегда в форме. Ты сначала не понимаешь, почему жизнь тебя направляет. В конце, да, вот я занялся любимым делом, преподаванием, да. То, оказывается, все, то, что у меня было, это все помогает. Я не знаю, но я просто пошел учиться в медицинское училище, да, сначала. Я нормально знаю анатомию. Она мне помогает в тренингской работе. Мне очень легко объяснить анатомический удар. Мне не проблема. Субтитры создавал DimaTorzok